здравствуйте друзья что-то совсем неохота работать жара такая стоит что просто невозможно находиться где-либо в офисе опять же но в принципе я вчера вечером поторговал с boom 8.0 мне понравилось и поэтому наверное ближайшее время пока у меня такая большая загруженность я наверно буду торговать с помощью этой системы тоже потому что она реально помогает прям очень сильно людям у которых довольно таки загруженный график то есть у меня сейчас он просто с утра до вечера плюс тотальное нежелание работать мы постоянно куда-нибудь ездим то покушать то покупаться то еще что то вот поэтому я решил чтобы день просто так не пропадал в любом случае запишу сейчас ролик тема наша сегодняшняя будет посвящена непосредственно тому когда закрывать сделку вчера была очень интересная движуха по евро доллару которую я с большим сожалению просерил потому что опять же занимался нашими делами сайтом но я считаю что это неплохо это хорошо потому что выпуск подобных продуктов помогает вам без особых знаний без особого опыта практики да начинать зарабатывать на рынке я считаю что это большая миссия большое достижение вообще наших разработчиков ну меня в том числе а сегодня мы собственно будем говорить о том как закрыть сделку потому что допустим на вчерашнем движении я подумал что это будет наиболее актуальная задача такая да потому что я вчерашнюю сделку все таки открыл но вопрос был в том что я ее закрыл к примеру а под завершение дня под завершение дня да потому что все таки евро доллар не такая пара которая ходит там по ночам в такие движухи то есть чаще всего подобные вещи происходят на каких-то интервенциях специально спланированных центробанками движениях ну и мы конечно можем их предугадывать но в данном формате пришлось бы сделку оставлять на следующий день чего в принципе делать не люблю не советую для внутридневных трейдеров и сегодня расскажу почему не стоит расстраиваться если даже несмотря на то что вы вошли в эту сделку вчера в продажу она прям горела и кричала продавай да стоит ли расстраиваться из-за того что вы допустим не схватили все это движение во первых я должен сказать вот такую очень интересную вещь а тебе стоит перестать обращать в принципе какое-либо внимание на поведение котировок потому что это тебя только путает а у тебя есть определенный алгоритм определенная торговая система которую ты скорее всего уже прошел обучение где-то платная да то есть я сомневаюсь что если ты сейчас зарабатывающий трейдер то ты это высунул где-то там из бесплатных недр интернета в таком случае ты наверное должен как и я автоматизировать массу торговых систем и действительно быть уверенным в том что это будет работать да либо ты торгуешь уже около 10 лет но тогда этот ролик вообще в принципе не для тебя да то есть во первое что тебе нужно сделать это в любом случае получить какой-то пошаговый алгоритм заработка то есть система которая проверена либо опытом этого трейдера автора да либо как у меня это вещь которая проверена автоматизации там сотни тысячи стратегий вот а получив алгоритм ты уже понимаешь что как действовать система да то есть у тебя есть не только не просто действующая система да ты действуешь системно по стратегии которая зарабатывает очень важно потому что многие говорят что вот там люди сливают потому что у них там плохая психология трейдинга нет они сливают потому что их дерьмовая стратегия психология трейдинга и поведение системности форекс трейдера да она появляется именно там, где появляется действительно торговая система, которую он может смело доверять, смело использовать. Другой момент, это просто, тебе необходимо определить, ты хочешь торговать внутри дня, либо ты хочешь торговать внутри дня методами скальпинга, то есть это абсолютно разные стратегии. Если ты торгуешь методами скальпинга, то есть хватаешь 20-30 пунктов до ближайшего уровня, то в этой ситуации, по сути дела, все, ты никогда не поймаешь каких-то длинных, больших движений рынка, просто потому что ты хватаешь мальки, да, и тебя будет расстраивать, что ты не поймал там какое-нибудь движение в 200 пунктов. Только ты начинаешь переключаться сразу же после того, как ты проебал такое движение, да, пытаясь поймать 200 пунктов, то в результате ты начинаешь хватать много стопов, много безубытков, просто потому что ты когда не готов, потом ты опять переключаешься на маленькие, короче, тейк профиты, да, опять выходит большая какая-то движуха, и ты опять ее просериваешь, в результате у тебя нарушается реальная психология трейдинга, потому что ты просто неадекватно себя ведешь. Нужно, в этом моменте нужно просто понять одно, ты всегда будешь просерять какие-то сделки. Если ты торгуешь на внутри дня, то есть берешь длинные сделки, то в этой ситуации ты просто будешь просеривать сделки, на которых мог бы чуть-чуть заработать. То есть как флэтовое какое-то движение, какое-то маленькое движение в канале цены, да, ты там будешь, скорее всего, закрывать по безубытку, ты будешь сидеть без прибыли, пока другие получат какие-то мальки, но потом, когда другой кто-то схватит малек, ты схватишь большое движение. То есть за время автоматизации мы выяснили, что на самом деле разницы чисто в доходности нету, просто выбери что-то одно. Либо ты торгуешь методами скальпинга, либо ты торгуешь внутри дня и пытаешься забрать более длинные движения. Только и все. Все. Вот на этом весь момент. Не нужно тут как-то думать, а если я на флэте буду хватать так, на тренде буду так, ты никогда не поймешь. Только по истории ты сможешь понять, что там вот был флэт, там тренд. Пока у тебя сейчас идет движение, ты не можешь знать, будет у тебя дальше закончится этот флэт, либо дальше будет движение в канале консолидации. Поэтому просто определить для себя, какую стратегию тебе более эффективно, более удобно для тебя применять. Либо скальпинг, либо ты торгуешь с более серьезными целями. Вот. Очень важно понять, что ты в любом случае будешь попускать вне системные сделки. Какие сделки по твоей системе? Определись прямо сейчас и после этого уже не изменяй этому никогда. И, собственно, в заключении ролика стоит сказать одну простую вещь. То есть невозможно торговать системно там, ждать каких-то тейк профитов, даже когда ты принял для себя решение. Когда ты рискуешь более чем 1% от депозита. Вот только ты поставил высокие риски, все, ты начинаешь париться, у тебя начинается полная хуйня, которую тут уже не исправишь просто потому, что тебе реально стрёмно за то, что ты потеряешь как можно больше денег на этой сделке, чем, в принципе, изначально планировал. Собственно говоря, торгуй всегда одну пару, потому что если у тебя много пар будет, то ты просто будешь рассеивать свое внимание, а на риск менеджменте, на прибыли твоей как таковой это не сыграет, потому что если у тебя 5 пар, то тебе делить риск в 1% придется на 5, потому что иначе у тебя будут завышенные риски. Ну и, соответственно, обязательно имей какой-то дополнительный заработок, чтобы ты не переживал за сделку, потому что это те моменты, которые будут мешать тебе закрывать сделку правильно, то есть дожидаться тейк профита, а хрен с ним рисковать тем, что ты получишь стоп-приказ либо без убыток, но в дальнейшем будешь ждать какую-то длинную цель. Очень важно, 1% риска на сделку, очень важно торговать хотя бы на первых парах только одну пару, чтобы не было рассеивания внимания и обязательно иметь дополнительный заработок просто на хлеб с маслом, чтобы тебе было просто куда-то сходить покушать. Все, я пошел кушать, мы тут приехали в очень интересное место, называется у нас Юрьевское подворье, это что-то вроде Новгородской такой рублевки. Вот, хочу кушать, хочу наслаждаться летом, наконец-то оно у нас наступило. Все, вам всем желаю профитов, подписывайся на мой канал, ставь большой палец вверх и пиши комментарий, если тебе есть что-то полезное написать. Все, спасибо за внимание, пока!